Бокер Тов, Рош Ходеш Тов. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем. У нас шестой урок. В понедельной главе Торы Пкудей. Глава Пкудей завершает книгу Шмот, вторую книгу Торы. Мы пятую главу строим храм, строим храм для мира. Мы еще раз можем повторять, что если мы выполняем заповеди, то Всевышний устанавливает мир. Нам это сейчас очень важно. До чего это уже доходит, трудно себе даже представить. Казалось бы, что невероятно, что может только сейчас остановить эту войну. Но Всевышний неоднократно устанавливал войны. И мы должны надеяться, что мы заслужим своим поведением, что Всевышний это сделает и на этот раз. Вот у нас приближается праздник Пурим. И обычно все хорошо заканчивается для нашего народа именно в этот праздник. Шестглава Пкудей заканчивается на том, что Маше завершил всю работу. И говорится в Талмуде, что человек, который делает последнее действие, завершает всю работу, ему засчитывается, как будто он сам все это построил. Такая заслуга появилась у нашего пророка Маше. И написано, что облако Всевышнего заполнило шатер и не мог Маше войти в шатер. Это было подтверждение, что вся работа была завершена. И мы ходили с нашим шатром туда, куда Всевышний скажет. Когда облако поднималось над шатром, мы отправлялись в странствие. Когда оно опускалось, мы никуда не шли. Оставались в том месте, где мы находились. И облако мы видели днем, а огонь венелся в нем ночью. По пустыне мы ходили, получается, все эти годы, 40 лет. Нам известна только часть стоянок, которые были в первые два года. И последний год. А об остальных стоянках нам известно немного. Мало известно. Наши мудрецы расшифровывают название стоянок. Пытаются определить разные места, где мы были. Но знаем мы в основном о тех стоянках, которые нам расписаны в Торе. Мы знаем, что вот когда шатер был установлен, то немного времени мы еще здесь находились. И после этого мы начали наше движение. Написано, что вышли мы из пустыни Синай. И пришли в одно место. Назвали его Таверра. Потому что тут мы опять роптали на Всевышнего. Написано, что вышел огонь Бога. И сжег край стана. И погибли лучшие из сынов Израиля. Как мы знаем, это Дестор из книги Тихилим. И потом мы поняли, что мы дерзко себя ведем, требуем еды. И поняли, что ничего из этого не получится. Нам не удается дерзостью что-то вытребовать у Всевышнего. Начали мы плакать. Он напорил нас мясом. И превросло это в то, что Всевышний дал нам все. И сказал, что раз вы так поступаете, у вас все есть, вы требуете. То наступила эта страшная казнь. Называется она Могилы Прихотей. Был мор из-за тех людей, кто требовал мяса. В общем, и лучших в Израиле уже не стало тех вождей, которые были у нас. Даже Нахшон Сына Минадава после этих событий не будет упоминаться уже в Торе. Человек, который первый вошел в море. Даже его не станет. Вот насколько это все серьезно. Вот так. Но мы не будем сейчас уже говорить дальше о грустных событиях, которые были. Потому что много было событий прекрасных. Потому что поколение пустыни все-таки было самым лучшим поколением из всех поколений, которые были у нас. Поколение пустыни все-таки было самое праведное. И как бы не странно казалось, да, меньше всех грехов мы совершили. Меньше всего грехов было совершено именно в пустыне. Так. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков Беннахум. Моего дяди Владир Бен Григорий. Брата Павел Бен Ефим. Лев Бен Шмуэль. Хая Малка Бат Йосиф. Мира Бат Аврагам. Память Юрия Бен Харитон. Мендель Бен Мендель. За здоровье Борис Бен Мария. Светлана Бат Клара. Анна Бат Ривка. Полина Берл Бат Соня Сура. Женя Бат Ида. Лена Бат Клара. Анна Бат Елена. Евгений Бен Софья. Двойра Бат Мирьям. Моисей Бен Ева. Ирина Бат Двойра. Йосиф Бен Раиса. Инесса Бат Маэль. Евгений Бен Берта. Евгений Бат Ита. Ицхак Шимон Бен Белла Мотл. Фира Бат Анна. За хороший шедух Аарона Ребен Двойра. Денис Бен Нахум. Всем все самого наилучшего. Шаббат Шалом. Рошхо Дештов. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok